И так, как вы знаете, сегодня рано утром из Одесской колонии общего режима сбежали трое заключенных. Двое из них были осуждены за кражу, один за изнасилование. А сейчас полиция разыскивает преступников. Что именно происходит у нас в тюрьмах и почему происходят такие вот побеги, будем разбираться в этом часе вместе с нашим гостем. А для вас работает Евгений Салтан и моя коллега Вера Корольченко. И с нами задним столом находится адвокат Александр Марков. Здравствуйте. Перед тем, как начнем наше обсуждение, предлагаем вам, уважаемые зрители, ответить на вопрос нашего голосования. В этом часе мы вас спрашиваем, что является причиной побега из тюрьмы. Это плохая система охраны или все-таки сговор с надзирателями? Отвечайте на этот вопрос. Также можете звонить в нашу студию по телефону 726-33-26. Да, такой вот вопрос мы задаем вам. Действительно, вот обратите внимание на второй пункт, когда мы готовили этот эфир, у нас возникла такая мысль. А может, действительно заключенные находились или находятся в сговоре с надзирателями? Сложно нам ответить. Возможно, Александр, поможет. Возможно ли такое на самом деле? Надо понимать четко, что все-таки это учреждение, которое со средним уровнем безопасности. По большому счету, там находятся ранее судимы. Может быть, вопрос, я не буду вас судить об этих, которые сбежали. Но надо четко понимать, что лица, даже которые первый раз судимы, и повторно, они прекрасно понимают, что за побег из-под сражи предусмотрена тоже уголовная ответственность, причем немаленькая. В данном случае группой лиц предусмотрена ответственность от 5 до 8 лет. Я не думаю, что это та категория населения, то есть та категория осужденных, которая может позволить себе долго скрываться от данного случая, находиться долгое время в розыске, так как это все-таки дорогое удовольствие для тех, которые скрываются в любом случае. Поэтому я думаю, что это все-таки был такой, ну то есть дальнейшее развитие этой ситуации будет следующее. Их все равно задержат, их все равно найдут. Это не те преступники, которые могут позволить себе как-то жить автономно, какой-то очень долгий промежуток времени. В любом случае они расскажут о том, если был сговор, то скажут о сговоре. Если это были какие-то конфликтные причины, если был конфликт перед этими событиями, то они тоже об этом вот расскажут. Поэтому я все-таки думаю, что это было какое-то спонтанное их решение. Перед этим был какой-то конфликт. То ли с администрацией учреждения, то ли с их коллегами, ну то есть из лиц раннесудимых. Примерно вот так. Вы знаете, наш редактор пытался сегодня связаться с заключенными, которые находятся в этой колонии, но из-за усиления мер контроля заключенные на данный момент не могут выйти с нами на связь. Тем не менее, в течение всего эфира мы попробуем таки дозвониться и выяснить, что же там сейчас происходит. Ну и давайте тогда уточним. Если заключенные действительно сами понимают, что им грозит еще больший срок, какой меры должен быть, какого масштаба должен быть конфликт для того, чтобы они все-таки решили сбежать? Более, что это групповой побег. Да, это групповой побег. Мало того, еще по статей на это два лица, которые были осуждены за кражи. Причем я вам скажу, что я читал по статьям, там части 3, статьи 185, но кражи с проникновением, скорее всего, ну так, по логике вещей, там срок не такой уж большой. Там предусмотрен срок до 6 лет. То есть, в принципе, они, если еще, они уже отсиживали, то есть им оставалось не так уж много сидеть. И в настоящее время еще до того срока, который не отбыли, еще получить там примерно тех же 5-6 лет, это достаточно значимое. Но надо понимать, что в таких учреждениях любой конфликт, самый маленький, он приобретает, ну такие, скажем, более глобальные проблемы для человека, который находится в местах лишения свободы, чем такой же конфликт на свободе. Поэтому нельзя уйти от конфликта, нельзя отстраниться, нельзя как-то себя закрыть и там локализоваться в конфликте. Поэтому, скорее всего, если это был конфликт, то был систематический конфликт. А возможно, заключенные, сбегая из тюрьмы, рассчитывают на то, что их никогда не найдут и не смогут избежать вот этого наказания в виде дополнительного лишения свободы на 5-8 лет? Любой преступник, который совершает преступление, считает, что его нельзя будет изобличить, иначе теряется смысл самого преступления. Но в данном случае, вы поймите правильно, смотрите, надо, то есть пока, как только они оказываются на свободе, необходимо минимально кушать. Прекрасно все понимают, что необходимо работать, зарабатывать деньги. Преступной деятельностью можно заработать денег, но это будут небольшие деньги, и тем более, учитывая то, что они же попадались, они еще раз попадутся. Надо четко понимать, что любое правонарушение, самое мелкое правонарушение, приведет к тому, что их установят, идентифицируют с людьми, которые находятся в розыске. Ну, то есть это очень много случайностей, вплоть до того, что, ну, если он там громко будет разговаривать на территории, на улице, к нему могут подойти те же патрульные, его идентифицировать и задержать, и доставить уже места лишения свободы, плюс еще будет дальше вот расследоваться уголовное дело, потому что они скрылись из-под стражи. Поэтому рассчитывать на это практически невозможно. Ну, у нас есть случаи, да, где люди сбегали, их до сих пор не могут найти, но это вопрос, ну, не такой категории, вот, людей. Ну, и давайте узнаем подробности побега и о том, как сейчас обстоят дела с поиском сбежавших заключенных у Руслана Фрастяка, советника начальника нацполиции в Одесской области. Руслан с нами находится на телефонной связи. Здравствуйте, Руслан. Я вас витаю, студия, витаю, ваши грядущие. Скажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас находится процесс поиска заключенных? Может быть, их уже удалось найти или выйти хотя бы на их след? Ну, не хочу комментировать, насколько мы там находимся уже на горячих средах этих тикачей. Действительно, прокомментирую події. Действительно, сегодня было ЧП из 51 колонии, это управленный заклад, что находится на Льдовской дорожке в нашем городе, Одесса. Текли трое людей, что были избавлены воли и проходили там виправные работы и были заслужены до различных сроков увязнения, от 4 до 12 лет, там 4, 5 до 12 конкретно, втекли. Сейчас в полиции Одесский областей оголошено оперативный план «Сирена». Я обидцаю, что здесь все страны. Я обидцаю, что незабаром этих тикачей будет найдено и затримано. Тобто правоохоронцы сдались до всех необходимых заходов, чтобы их найти. А Руслана, чи відомо вам, как саме відбулася ось ця втеча? Как саме плановали ее? Позвавление воли через виправных закладов – это, в первую очередь, недбалящее халатность работников этих закладов. Хочу зауважить, что не бывает чудес. Если там дотримается всего необходимого режима, то таких ЧПН не происходит. Надо это признавать и понимать. Но я не хочу сейчас говорить безпредставно, на адресу этого виправного заклада, какую-то критику, потому что все обстоятельства будут въясованы, соответственно, керевництву этого заклада и вообще пеністарной службы Украины, что обеспечивается этим, будет, я так понимаю, проведена службовая переверка. И если будут действительно выявлены чиновники, даже даже зложивания с боку посадового оси, то, естественно, будут приняты в житии соответствующие заходы. Это не компетенция полиции. И компетенция полиции на разе зараз это найти этих стикачей, установить их на место находления, затримать и повернуть до места избавленной воли. Но я хочу добавить, что срок им придется отбываться больше, потому что будет ковтечаться, автоматически добавляя до того сроку, который раньше были заслужены, и еще. Руслана, еще один вопрос. Возможно, правоохранителям удалось узнать, что предшествовало этому побегу. Возможно, был какой-то конфликт в колонии. Есть ли об этом какая-то информация? Скажу так, ци стикачей не используются повагой в криминальном средствах, они не будут зараз отримать на улице поддержку от криминального средств, поэтому у них шансов практически нет. Кроме того, мне известно, что сама втеча – это спонтанно, потому что возникли такие обстоятельства, они были в ночи понятными, там было зафиксировано одно из правопорушений в этом закладе. Ну, я не знаю, чем сейчас самими обстоятельствами, как сами они втекли, занимаются, соответственно, керевництво виправного заклада и будут объяснивать, что есть там какие-то негативы, но это не запланована втеча, это спонтанно, но, на мой взгляд, просто возникли такие обстоятельства, мы не ними использовали. Еще маленькое уточнение, тобто ви не не откидаете тією возможности, что злочинцы были у змови с деякими працівниками колонії? Ні, я не думаю, что там до этого дійшло, что это какое-то зловживание, это скорейше недбалість, они использовали саме ті обстоятельства, что дали змогу им втекти, это скорейше недбалість виконания своих обов'язков конвойной службы или охраны установки. Ну что ж, дякуємо вам за то, что нашли час и связалися с нашей студией. Речник главы Нацполиції в Одесской области Руслан Форостяк был с нами на связи. Ну, как мы сегодня чули, план перехопления сирена у дии, поэтому ждем результатов. Ну, вот господин Форостяк говорит, что не можно быть никакого сговора с надзирателями, а в целом в истории Украины были такие случаи? В истории, конечно, были. Мало того, были на более раннем периоде. Вот сейчас, в настоящее время, все побеги, они не связаны, по крайней мере, с такими, с возможностью, с такой личностью, которая могла бы, скажем так, мы говорим, да, то есть купить, дать какую-то взятку, чтобы дали возможность ему бежать. Тем более, в данном случае три человека, ну, это вообще чуть, оно не имеет смысла никакого. Не укладывайте. Да, не укладывайте. Ну, смысл, это вот должны быть примерно материального достатка. Надо понимать, что должностное лицо, которое допустило такое подобное поведение, подобный поступок осужденных, тоже будет нести какое-то наказание в любом случае. Это будет установлено в любом случае они будут найдены, в любом случае они будут, они расскажут, что происходило. Тут вопрос, допустим, о халатности. Дело в том, что в этих учреждениях, они проводятся не только режим, ну, то есть там ограничивают какие-то ограничения есть для осужденных, смотрят, обеспечивают их, дают возможность им исправляться путем всякого там работ, выполнения работ, но тут еще должна проводиться такая оперативно-розыскная деятельность, где есть специально обученные вот люди, специальные вот сотрудники, которые вот должны обладать информацией о подготовке таких подобных побегов. Мало того, они вот должны вести профилактическую работу. Ну, в данном случае этого не было. Если это было спонтанно, то надо понимать, что, скажем так, если они воспользовались втроем, там, значит, еще были вот люди, которые отказались от этого побега, которые тоже говорили о чем-то, ну, должны были говорить. Ну, не может быть три человека, которые сразу же решили бежать. Ну, это будет, ну, по крайней мере, это так неестественно, вот и все. Тогда такой вопрос. Если, возможно, это было спонтанно, а может ли быть действительно проблема просто в охранной системе, в плохой охранной системе? Ну, на самом деле сейчас проблема в плохой системе любой, да, то есть мы говорим о том, что и правоохранительная система работает так, через пень-колоду. В данном вот случае вот такая же проблема в пеницизартных службах. То же самое мы прекрасно понимаем, что и работа недостойно, скажем так, недостойно оплачивается, по крайней мере, низшему звену, скажем так, у сотрудников этих учреждений. Во-вторых, дело в том, что при низкой возрплате опять же возникает вопрос той же самой коррупции, опять же возникает вопрос, скажем, ненадлежащего отношения к своим служебным обязанностям. В данном случае тоже о профилактической работе мы говорим, мы говорим также об оперативно-розыскной деятельности внутри этого учреждения. Поэтому, конечно, система однозначно, она, ну, не то чтобы возразвалина, ну, ее, она вот функционирует еще так на остатках вот таких постсоветских, скажем так, на постсоветской постсистеме. Вот и все, практически ничего же не меняется, кроме, так, либерализации, да, вот таких вот режимов. А все остальное остается примерно в том же самом режиме. Мало того, и самые учреждения, они тоже не проходят реконструкцию. Мало того, есть новейшие способы защиты, но обеспечение безопасности их тоже не используют. Тут вопрос, да, тоже, вопрос же тех же тендеров, потом, опять же, вопрос подозрения об или правильном проведении тендера для закупки. А есть ли приказы, которые регламентируют использование именно этих технических средств для обеспечения контроля за осужденным и тому подобное? Ну, это, на самом деле, это боссистемная проблема, как в нашем государстве. Вот мы сейчас в таком положении, что у нас любая боссистема работает плохо. На самом деле, это очень страшный вопрос, потому что заключенные бывают разные. Один из них, мы знаем, в общем-то, был осужден за изнасилование. То есть, кто знает, что эти люди будут делать, когда... Можно предположить, какое отношение к нему было именно в этой колонии, да, и поэтому, если он осужден за изнасилование, поэтому у него был посыл, почему нужно сбежать, да. Кто, вот эти двое, которые отбывали наказание за кражу, какой у них был мотив? Ну, на самом деле, мне кажется, о мотивах можно очень долго рассуждать. Вопрос заключается в том, что не только в Одессе, но и, в принципе, в Украине участились случаи побегов. Допустим, недавно в Херсоне осужденный бежал из СИЗО во время прогулки прямо на глазах у надзирателя. Он перепрыгнул забор с колючей проволокой высотой в 4 метра. А в Житомирской области из территории исправительной колонии сбежал опасный преступник, отбывавший наказание за умышленное убийство. То есть, как мы видим, это вот не единственный случай, поэтому хочется выяснить тенденцию, почему это происходит, и происходит именно сейчас. Это вот проблема системы. Система, сами боссотрудники, ну, раньше боссистема была такая же, боссистема, она была, служила для интересов государства, да, то есть мы все прекрасно понимаем. Правоходительная боссистема, служила для интересов государства. То есть была какая-то идейная подоплека, материальная подоплека. Но сейчас этого всего нету. Поэтому автоматически его сотрудники скорее всего относятся более халатно, да, к выполнению своих обязанностей. То, что преступники бежали, бежать и бежали, бегут и бежать будут, это нормально. Они рвутся к свободе. Вопрос тут даже не стоит дальнейшего наказания, потому что в любом случае его сотрудник, то есть преступник надеется избежать этого наказания. Тут проблема, на самом деле проблема общая, проблема в системе. Вот так же, как правоохранительная боссистема следствия работает, тоже не совсем, скажем так, качественно. Не качественно работают, допустим, другие боссистемы, в том числе и пенитенциарные. Такая же проблема. Давайте услышим сейчас еще одно мнение. С нами на телефон Ирине Александр Адзеленко, экс-руководитель пенитенциарной службы в Одесской области. Александр, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Обсуждаем вот эту ситуацию, которая сложилась сегодня утром в Одесской колонии. Пытаемся понять причины побега заключенных. У вас есть ответ на этот вопрос? И как это произошло? Я сегодня далеко, я в Мариуполе, но дальше не буду говорить, почему. Я услышал, мне перезвонили, мне даже звонили те хлопцы, которые занимаются розысками, чтобы я там помог там людьми, тем, тем, но дал людей в там направлении, куда они пошли. Я скажу для меня, как забывшего начальника пенитенциарной службы, на душе очень болит, почему это случилось в нашей Одессе. Ну, это не единственный случай, даже когда я работал, то там не был пролом, а просто красили заборы, и по глупости охранника сидел, не смотрел, тоже перескочил один через забор, но мы быстро его нашли, это такое. Он далеко не ушел. А вот это прое, я расположение 51-й колонии знаю. Я могу сейчас сказать, чтобы там были какие-то молодые. Нет, Тагирон давно уже работает. Он работал по производству, он занято в колонии. Там Ироний, заступник, тоже давно работает. Сейчас руководство пришло ленивый по режиму, он опытный. Там работает Маскитский, опытный. Вот это, что начальник, сейчас Никонайоболевский, начальник пенитенциарной, тут до юга. Он вроде тоже из системы. Ну, я, если честно, вина, конечно, есть тех, кто непосредственно вывел их на работу и тех, кто контролировали. Выломать стенку, поверьте мне, это очень тяжело. Это очень тяжело. И там выломал стенку, там еще преграды есть. И там рядом, где склад, вот этот овощевой склад, там рядом вышка стоит. Одна на углу, а она прямо на углу с этого склада. Я удивляюсь, я просто удивляюсь, как они оттуда вышли. Я думаю, что соберутся силами и найдут, потому что сейчас есть, они моментально сядут на телефоны, и я думаю, их засекут и найдут. Эта колония, это первый, как они называются, первый ход. Это первый раз осужденные люди. Ну, винить, винить сегодня всех нельзя. Но, конечно, надо было предусмотреть. Я, честно, снова еще раз повторюсь. Я просто не пойму, как они проломали стену. Это склад, вот этот, где овощи хранят, где хранят, я его хорошо знаю, потому что я всегда там был, там мы закрутили то сомнение шмею, все остальное, он на виду. Он просто на виду. Мимо его никак не пройдешь, там все видно. Вот я не могу представить, как я одно желаю, чтобы их быстрее задержали. Да, службы пускай разберутся, есть надзор прокуратуры, то-то-то. Не доведи, Господи, только чтобы они не совершили еще какие-то преступления, когда будут находиться в розыске, потому что, да, сейчас люди будут испуганы. То статьи не тяжелые. Одна тяжелая там статья за изнасилование, а то такие, что-то украл, но все равно разгуливать на свободе им нельзя, они судом осуждены. Я думаю, быстро найдут, их быстро найдут. Александр, еще один вопрос. Вы сказали, что эти люди, у них у большинства не тяжелые статьи, эти люди, которые были первый раз осуждены, и действительно непонятно, как они сломали стену. Почему, как вам кажется, они могли решиться на побег, если действительно их срок был меньше, чем тот срок, который могут дать за побег? То есть, что это? Все-таки какой-то конфликт был внутри колонии, который способствовал побегу? Или, может быть, это был сговор с надзирателями? Как вам кажется? Когда я работал, я сейчас не знаю, как там, я даже не берусь сказать. Когда я работал, я туда раз в неделю всегда был. Всегда я общался с осужденными. Всегда давали им, кто просил, и кому надо было там, давали отпуска. Я скажу, что там и питание неплохое было. И по зарплате, и то, и то, и мы наводили, наводить. Вы знаете, ну, все равно, вроде хорошо работает, вроде хорошо характеризуется, а что-то ему ударило. У меня было, были трое, там, на второй тракторной бригаде называется, работали. Там они охраняли техники, просто было там, челы были, такое. И только раз один ушел. Я на второй, где-то у него начали, что ты ушел? Я говорю, не знаю, что из попутало. Вот так самые эти. Я не верю, что там над ними издевались. Я не верю, что там им было очень трудно. Если они работали на складе овощном, туда всегда отбирают на работу нормальных, если честно, нормальных всегда отбирают. Бояк, знаю эту работу, я, как сейчас помню, там один работал бригадиром, он всегда сам подбирал себе людей. Там всегда в них чистенько на том складе было. Я не могу сейчас судить, как. Я не верю, что над ними издевались, и они убежали. Не верю я этому. Спасибо. Услушаю ваше мнение. Александр Адзиренко, экс-руководитель пенитенциарной службы в Одесской области, был с нами на телефонной линии, вот сказал Александр очень интересную вещь, что когда он руководил, были отпуска для заключенных. Это как? На самом деле, у каждого, в каждом режиме в данном случае есть ограничения, которые предоставляются. В данном случае, там, в данной категории им предоставляются краткосрочные свидания, длительные свидания, возможно, за хорошее поведение там смягчается, после отбытия половины срока за хорошее поведение смягчается режим. То есть, такое возможно. Ну, во-первых, он просто сказал, самое главное, что он постоянно общался с заключенными, ну, скажем так, по крайней мере, слушал их и спрашивал об их проблеме. Ну, во-вторых, тогда система охраны достаточно была тоже более-менее отразвитой количества людей было однозначно больше. Я хочу, знаете, на что обрастить внимание? Именно вот на технику, на детали. Смотрите, в 4 часа обнаружили, что они сбежали. Правильно? Мы же не понимаем, что они сбежали раньше или позже. То есть, в 4 часа это обнаружили. Во-вторых, это однозначно, это же не побег из Шоушенга, да, где 20 лет ковырялись и ломали ту стену. Это однозначно было достаточно за короткое время был сделан этот пролом или там отверстие какое-то однозначно в этой стене. На это однозначно необходимо время. Ну, как минимум, давайте так, 5 часов, да. По большому счету мы видим, что в данном случае заключенные были без как личного назора индивидуального работника данного учреждения и без какого-то технического контроля. То есть, однозначно, там не было ни видеокамеры, скорее всего, были достаточно долгое время. Да, других способов контроля не было. Не было, допустим, сигнализации, оборудованной в стене, которая бы реагировала на подобные удары. То есть, мы все, мы приходим к одному и тому же, что это было, скажем, такое вот человеческое обстоятельство, да, то есть, у вас сотрудников и отсутствие, конечно, технического обеспечения данного учреждения. Вот и все. То есть, по большому счету, у нас сейчас техника на таком уровне, достаточно высоком, что, в принципе, эта камера, которая стоила раньше, в те годы, когда говорил Александр, она стоила тысячи-тысячи, да, вот сейчас это стоит, по большому счету, копейки. Вопрос в том, как внедрить, вопрос в том, за что купить, и вопрос в том, чтобы были бы соответствующие приказы высшестоящего руководства, которые будут давать возможность внедрять это оборудование в, именно в жизнь, в соблюдение режима этого учреждения. Вот и все. Скажите, а могли ли быть у них сообщники как в середине колонии, так и за границей? Вот, за пределами, вместо лишения свободы, я думаю, что, ну, мы сейчас говорим о том, что все-таки это вот где-то этот побег был на уровне всемирного заговора. На самом деле, скорее всего, однозначно этого не было. В любом случае, хотя они могут коммуницировать со свободой, это понятно, то есть у нас, опять же, техника дошла до этого, то есть они коммуницировать могут, но это проблема в том, что эти осужденные их найдут. И все это прекрасно понимают, даже одного. однозначно входить в сговор с подобной категорией людей, я не знаю, что они могут дать взамен. Давайте так, если мы входим в сговор с кем-то, мы что-то должны получить взамен. Или какое-то там участие в преступной деятельности, или деньги. Но ни того, ни другого нет. 185-я часть 3, там, вот 4-6 лет. Это вот говорится 185-я часть, ну, то есть о кражах, это вот 4-6 лет. И, скорее всего, тот, который был осужден 12 годам лишения свободы, это тот, о котором говорится, что он был осужден за изнасилование. Все, другого изнасилования, это не то преступление. Тем более, если он получил 12 лет, ну, откровенно говоря, это явно говорит о том, что, в принципе, человек, ну, не очень высокого материального достатка. То есть, в ходе нашего разговора мы все-таки пришли к выводу, что причиной побега, скорее всего, была плохая система охраны. Но давайте посмотрим, что думают наши зрители. Напомню, сегодня мы вас спрашивали, что может стать причиной побега из тюрьмы. И 70% так же, как и мы с вами, соглашаются с тем, что это плохая система охраны. Но оставшиеся 30% все-таки предполагают, что это мог бы быть сговор с надзирателями. Ну, кстати, у нас такой же опрос мы проводили на нашей, и проводим на нашей странице Facebook, седьмого телеканала. 41% наших пользователей Facebook считает, что это плохая система охраны, а вот 59% причин, это сговор с надзирателями. У нас всегда немного разные итоги интерактива, как на Facebook, такие вот в телеэфире. Поэтому вот такие имеем результаты. Здесь, безусловно, ждем как можно скорейшего завершения этого дела, и надеемся, что в ближайшее время преступники будут там, где они должны, по сути, находиться. А вот в целом, если подводить итоги, другие заключенные знали о том, что планируют эти вот? Я думаю, если знают трое, то, в принципе, знает весь мир, да? То есть по большому и там двое знают весь мир. Я думаю, что если это было спонтанно, вот сейчас, в сию минуту, то это возможно. То есть видим цель, сейчас, ребята, мы бежим. Да, была возможность какая-то толкнули стену. Я даже не представляю, как можно спонтанно поломать стену. Ну вот примерно, то есть если мы говорим, что это возникло бы сейчас, в сию минуту, тоже как в Шаушенке, ковырнули, и там отвалилось два кирпича, и начали ковырять дальше. Ну, такое возможно. Но традиционно в таком закрытом локальном учреждении всегда все о чем-то знают. Это там скрыть невозможно. И в любом случае, если об этом не знала администрация, то, в принципе, это проблема администрации. Это плохая оперативно-розыскная работа. Это плохая профилактика. О чем мы говорим? О отсутствии вот объектов таких вот систем слежения, контроля за осужденными. Ну, то есть, в принципе, это как всегда проблема системная. То есть нельзя говорить там о том, что виноват именно этот охранник или вот этот работник режимной части. Нет. Это уже вопрос системы. Спасибо вам за этот разговор. Александр Марков, адвокат, был с нами сегодня в студии. Ну, а далее смотрите мировые новости. Редактор субтитров А.Семкин, А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин